Мир вам и Божье благословение, братья и сестры, и все, кто смотрит. Каждый год мы совершаем любимый праздник Богоматери русским народам, а сейчас уже и православные греки, оказывается, празднуют и другие, покров. Почему? Да каждый из нас, неважно, царь, президент, мужчина, женщина, ребенок, живой или в мире ином, нуждаемся в защите, в поддержке, в неком действительно щите, покрове. От всего того, что мы не можем своими силами отторгнуть, победить. И особенно, что скрывается где-то в глубине, в тайне нашей жизни. От страхов, от страхов всего, покров Богоматери вообще начали праздновать на Руси, как знак всемилосердного прощения по ходатайству и молитвам Царицы Небесной нас, грешных, на этой прекрасной живущей земле. Благослови Господь всех, и да будет покров Матери Божией на всей нашей земле, над городом, над каждым человеком. Зачем причащать детей до семи лет, если они как ангелы? Слово «как ангелы» или самовыражение всего лишь является определением сравнительным. Ребенок не ангел. Первородный грех лежит и на младенце, рождаемом от православной женщины и мужчины. Почему? Потому что вы только зачали насилие, а рождается совершенно особая личность перед Богом, хоть и сын и дочь, но отвечающая за себя. И нужно обеспечить защиту и связь с Богом восстановить, крещением. А причастие, которое в православной церкви особо все время поддерживает баланс духовных сил у младенцы, сохраняя его от дьявольских воздействий, как в народе возглас, колдовство, чародейство и прочее, прочее. Причащая младенца, вы сохраняете его здоровье психическое, духовное, всю его физиологию, умственные способности. Можно ли молиться о деньгах? Молиться Господу обо всем можно. О здоровье, об успехе. И святые есть покровительствующие делу купцов, делу банкиров, пусть никто не пугается, делу работающего, чтобы на заработок молиться о деньгах как? Да чтобы Господь работу послал. Или хорошую торговлю, если человек, или бизнес. То есть заработать так, чтобы себе хватило другим подать. Может быть и церкви помочь, не проматывать за границей. Так что греха нет просить о деньгах. Если просить о деньгах, о справедливой зарплате, то значит и о здоровье. Грех осквернил и этот момент нашей жизни. Деньги всего лишь единицы. Способ правильно менять наше произведение труда, искусства, интеллекта на полезные и нужные вещи. Но превратили в момент наживательства. Так что наживательства не будет от молитвы, а помощь Божья будет. Поэтому молитесь. И да поможет вам Господь иметь заработок и деньги, чтобы безбедно жить. И своих детей, и близких, может быть, содержать. Мир вам и Божье благословение. Деньги не позор. А дьявол является страшным преступником, используя человеческое участие в собственной жизни через зарабатывание дохода. Вот отсюда алжность и грех. Не тот плохой, у кого миллиарды, а тот, кто этим миллиардами съедает человечество. Помоги Господи всем трудящимся и нуждающимся.